На первом слайде видно название моего доклада, и как раз прежде всего меня будут интересовать вопросы того, что происходит с повествованием как смысловой категории в эпоху готики и в совершенно определенном регионе. Я напомню, что вопрос о нарративе в том или ином контексте остается одним из центральных, когда речь заходит о смысловых аспектах ансамблей так называемой архитектурной скульптуры в Средние века. Это, конечно же, в первую очередь обусловлено соотнесенностью этих ансамблей с тем или инным текстом. Вопрос соотношения образа и текста находился в центре внимания, конечно, ученых уже очень давно. В первую очередь его рассматривали с иконографической и семантической точки зрения. Я просто напоминаю работу Отту Пехта, который в начале 60-х годов 20-го столетия наметил основные параметры изучения визуального нарратива, потому что, конечно, мы говорим именно о нем, о визуальном нарративе. И важно, что сделал он это на материале романского искусства. Но, конечно, это не скульптура, а в первую очередь миниатюра, но все равно основные подходы Пехт уже наметил. Однако современные ученые, особенно англоязычные, настали проблему в сферу уже не столько формально художественную или, условно говоря, чисто иконографическую, если можно так выразиться, а в социальную. Таким образом, я еще раз подчеркну, что данная проблема все больше применительно к тому материалу, на котором я дальше остановлюсь, переходит уже в чисто социальный контекст. Классический, да, в готическую эпоху, я просто отмечаю этот факт, что в готическую эпоху визуальный нарратив как таковой перетерпевает глубокие изменения. Классический вариант направления этих новшеств запечатлял скульптурный декор порталов французских соборов, также воспринимаемых как классические. Ну, понятно, что здесь в первую очередь имеются в виду соборы, конечно, Нотр-Дам в Париже, Нотр-Дам в Реймсе, Нотр-Дам в Амьене, в Шартре. В трудах от Эмиля Маля до Андре Грабара формировались представления об основных характеристиках этого нового состояния визуального нарратива, сводящихся в первую очередь к двум важнейшим особенностям. Первое – усложнение, повышенная повествовательность, если так можно выразиться, визуального рассказа. Второе – функции основной семантической единицы, как правило, выполняет именно портал, а не весь ансамбль скульптуры на том же фасаде. И эта семантическая единица посвящена, условно говоря, одной иконографической теме. Я отмечу, конечно, что все эти определения, которые звучат как постулаты, все-таки имеют именно условный характер в силу огромной вариативности тех визуальных нарративов, которых мы видим в готическую эпоху. Итак, ну и это иконографическая тема, которую мы воспринимаем как некая единая смысловая единица, может и развивается, конечно, в многочисленных коннотациях, восходящих к образам, к мотивам, к сюжетам, самым разным, в первую очередь, Ветхого Завета. Конечно, не только, но в первую очередь Ветхого Завета, но эти коннотации подчинены все той же основной смысловой теме, углубляют ее типологическими параллелями. И таким образом приемы типологической иконографии становятся в готическую эпоху и разнообразнее, и сложнее, можно даже сказать, изощреннее, но все же функционально-смысловом плане они подчинены и развивают новозаветный контекст, располагающийся в первую очередь в типологической сфере. Ну, здесь могут быть, конечно, в этом плане самые разные акценты, экзегетические, литургические и так далее, и так далее. И теперь можно уже перейти к тем памятникам, которые нас интересуют. Первый из них – это портик и портал собора, то есть это не собор, он стал собором только в XIX веке, а в то время это была церковь, Марин Кирхе, в Фрайбурге им Брайсгау. Условная его датировка, есть разные варианты, но все-таки наиболее общепринятой является датировкой, как вы видите, последними десятилетиями 13-го столетия. И поскольку мы уже говорим о конкретных памятниках, я хочу сделать одно уточнение. Все те особенности, которые можно выявить в визуальном нарративе в готическую эпоху в XIII и XIV столетии, в южно-немецких землях, на самом деле локализованы в городах Верхнего Рейна. И это не вообще Южная Германия, а именно Верхний Рейн и те области, которые находились в наиболее сильной от него зависимости с точки зрения и художественной, и в иконографическом плане тоже. Давайте посмотрим скульптуру Фрайбурга им Брайсгау. Мы видим общий вид тимпана. Я сразу подчеркну, что тикл, который здесь представлен, очень развернут и очень подробен, но в тимпане сосредоточены не один, а три новозаветных тикла. Это страшный суд, это страстной тикл, это младенческий тикл. Они переплечены таким очень сложным образом. Это, конечно, то, как они соединены, конечно, оказывает влияние на смысловые акценты, и благодаря этому появляются новые коннотации. Но я сейчас, опять же, за неимением времени больше буду констатировать факты, нежели делать какие-то более подробные анализы. Итак, скульптура тимпана завершается образом Иисуса Христа судьи. На самом деле это начало сцены страшного суда. Продолжается и прослеживается эта сцена по всему полю тимпана. Я подчеркну, что здесь, как правило, в регионе Верхнего Рейна в роли заступников за род человеческий перед Христом выступают, конечно, Богоматерь и Йоанн Претеча. В то же время мы помним, что во Франции часто вместо Йоанна Претечи мы видим образ Йоанна Евангелиста, или так называемый западный деисус. Ну вот части тимпана нижние ярусы, где уже появляется соединение темы распятия и со страшного цикла, со страшным судом, потому что вот здесь справа и слева показаны образы грешников и праведников, но в отличие от типичного страшного суда, здесь праведники обращены к Христу, тогда как грешники направляются в ад, и мы видим пасть Левиафана. И дальше идет развитие страшного цикла, над ним, однако, показаны сцены воскрешения мертвых, и на этих сценах заканчивается повествование о страшном суде. Но страстной цикл дополняется сценами из младенческого цикла, и это, собственно, две сцены, Рождество и Благовестие пастухам. Благовестие пастухам – это сцена, которая тоже становится почти постоянной и очень востребованной в тимпанах, о которых дальше мы будем говорить. Но иконографическая программа Фрайбурга гораздо более сложная, и портал, а точнее тимпан и архивольты, о которых, к сожалению, совсем не будет возможности говорить, интегрированы и соединены. Дальше с темой, если смотреть на правую часть цикла, с темой младенчества Христа, здесь мы видим и Благовещение, и встреча Марии с Елизаветой. И далее начинается серия дев неразумных, на противоположной стене, конечно, девы разумные представлены, но череда неразумных дев предваряется образом синагоги. Ну и что особенно интересно, здесь также появляются образы семи свободных искусств, но только в несколько другом варианте, чем это присутствует в текстах, или чем это мы видим в других случаях, изображение семи свободных искусств. Во Фрайбурге вместо арифметики и астрономии появляется живопись и музыка. И вот мы видим северный или левый откос, где, собственно, на откосе портала продолжается история младенчества с поклонением волхвов. И тут очень, я бы сказала, новаторский для этого времени, для этого региона волхвы, находящиеся на стенке портала, обращаются к деве Марии, которую, к деве Марии с младенцем, ну, к младенцу, конечно, которых мы видим на трюмо. Дальше образ Экклессии, образ Христа, образ Иисуса Христа, и далее девы разумные. Таким образом, это составляет пандан с образами дев неразумных с противоположной стены. И тоже очень любопытный момент, этот цикл, но здесь еще мы видим жертвоприношение Авраама, видим Юана Предтечу, ну, а дальше представлены аллегории, точнее, один образ, который, есть аллегория в точном смысле этого слова, образ волюбарки, и образ князя мира сего, князя мира сего, который тоже, ну, эти два образа, скорее всего, представляют одну смысловую группу. К сожалению, интерпретация скульптуры Портика во Фрайбурге затруднена тем, что все-таки местоположение скульптур было изменено, как полагают, и это очевидно, потому что, конечно, образ князя мира сего должен был находиться на противоположной стене вместе с девами неразумными, но сказать, когда это произошло, и восстановить первоначальный вариант, до сих пор представляется невозможным. Конечно, в связи с этим встает общая проблема о том, как рождается такая иконография, и в первую очередь здесь обращают на себя внимание два момента, два момента, которые дальше найдут свое развитие и продолжение в скульптурах порталов Верхнего Рейна в 13-м и 14-м, точнее, уже в 14-м и в 15-м столетиях. В первую очередь это интерес к девам разумным и неразумным в этом регионе, который зафиксирован еще из сохранившихся памятников на портале Святого Галла в соборе Базеля. И здесь мы тоже имеем сложную иконографию, однако ее истоки тоже не могут быть точно выявлены, поскольку портал все-таки тоже переделан в более позднее время. Однако здесь мы видим, что образы дев разумных и неразумных в структуре портала и в смысловой структуре занимают очень важное место, более значительное, чем это происходит в Франции в готическую эпоху. и дальше это подтверждается и случаем Страсбурга. И в принципе нужно подчеркнуть, что Страсбург, конечно, был западный портал Страсбурга, конечно, был примером для Фрайбурга, безусловно. Есть даже ну и в Страсбурге мы видим самое раннее появление образа князя мира, сего образа, который имеет истоки в евангельских текстах, но тем не менее получает безусловно и важные уже аллегорические коннотации здесь. ну вот делай разумные. в Базиле также был цикл с князем мира, сего и с девами разумными и неразумными, но, к сожалению, это все, что от него осталось после того, как портал западный собор в Базиле был разрушен во время землетрясения. и если говорить о Фрайбурге, можно подчеркнуть, что и девы разумные и неразумные, и образ князя мира сего, в более ранних случаях, включая Страсбург, эти образы были очень тесно и связаны именно со страшным судом, и это исчерпывало, в общем-то, их смысл, тогда как во Фрайбурге эти образы получают уже более широкие коннотации уже в аллегорическом смысле и уже имеют отношение к определенным дидактическим и социальным аспектам. Появляется еще один образ в начале, то есть это образ, который сохранился от начала XIV века, но возможно, что, конечно, он появляется и раньше, просто памятники до нас не дошли, это уже чисто аллегорический образ Фрау Велт, который становится неким замещением аллегории сладострастия, роскоши и так далее, и так далее, но получает более, снова более дидактический морализаторский контекст и становится символом земных наслаждений как таковых. Но я понимаю, что мое время... Красивира Любедовна, увы, время действительно уже истекло. Да, я только коротко покажу памятники, в которых происходит развитие этих тенденций. Это Южный портал собора в Аугсбурге, начало второй половины XIV столетия. И это очень интересный тоже не собор, это коллегиальная церковь, которая находится в городе Танне, Танне, Вильзасе. Ну, это, конечно, памятник, понятно, тоже входящий в ареал верхнего Рейна. Его датировку вы видите. и здесь важно подчеркнуть, что оба порталы в Аугсбурге и в Танне и в Ульме, который заканчивает этот ряд, соединены с темой страшного суда, которая, как правило, находится над порталом, соединяется с подробным циклом жизни Девой Марии, с очень подробным, куда входят эпизоды из истории Юакима и Анны, очень подробные и входит, что очень любопытно, в обоих циклах входит история города Сотина, которую мы помним, конечно, по памятнику Санта-Мария Маджури, но потом уже она как-то исчезает из поля зрения, а здесь она вот вновь появляется. И заканчивая и обобщая сказанное, я отмечу, что Страсбург намечает те линии, которые дальше проявляются, а именно то есть не Страсбург, а Фрайбург, конечно, а именно соединение нескольких новозаветных циклов в Тимпане, особый акцент на дидактику и морализаторство, роль францисканского и доминиканского ордена в этих процессах. Напомню, что еще с 19 века иконография портала в Страсбурге связывалась с именем Альберта Великого. Широкое вхождение в иконографические программы местной литературной традиции, потому что образ Фрау Велт не имеет текстовых аналогий в библейских текстах. Он пришел, как полагают ученые, из чистой литературы и очень сильно повышается роль заказчика. Она выходит уже за пределы теологии чистой и сильно расширяет, сильно видоизменяет характер того посыла, который Тимпан, который квартал в целом несет. Мы видим изменения в статусе и личности заказчика и донатора. Это уже не только церковные деятели, это уже городские советы, могут быть и местные правители и так далее. и так далее. И это, конечно, заметно меняет сам характер нарратива, как внутри его структуры, так и на прагматическом уровне, потому что посыл к заказчику, проблема круга, воспринимающих эти посылы, вопрос об уровне интерпретации, конечно, здесь намного усложняется. Спасибо. Катерина Любедовна, да? Все. Спасибо. Спасибо. Спасибо.